Молитвенный вечер Как нам следует видеть это в свете Писания И мое послание сегодня называется Израиль библейский и Израиль современный Когда мы с вами думаем о библейском Израиле Когда мы читаем об Израиле в пророках, в книге Бытие О том Израиле, который начался с потомков Авраама, Исаака и Иакова У нас нет никаких сомнений У нас нет вопросов о том, что это был Израиль Божий Израиль, который был создан для того, чтобы осуществлять Богом задуманные для него цели, задачи Но когда сегодня люди смотрят на современное государство Израиля Очень часто даже у верующих, у христиан возникает вопрос Имеет ли отношение этот сегодняшний Израиль Существующий там, в Святой Земле На Ближнем Востоке В древней земле, которая когда-то называлась землей Ханана Еще задолго до того, как туда пришел Израиль Есть ли связь у этой страны, у этой земли с библейским Израилем? И у меня нет ни малейшего сомнения, что современный Израиль Это продолжение того древнего библейского Израиля Поэтому нет никакой разницы Израиль древний или Израиль современный Это тот же самый Израиль Божий И все, что мы видим происходящим сегодня Это никаким образом не отдельно от того, что задумал Господь Для этой страны, для этого народа Израиль по-прежнему является зеницей его ока Как написано у пророков Израиль по-прежнему является его избранным сосудом Для того, чтобы ему, Господу, совершать в этом мире Его дела спасения и искупления Я хочу предоставить вам несколько таких очень важных фактов О стране Израиля сегодня О земле Израиля И о войне, которую воюет Израиль Факты, которые связаны И упираются в основе своей В то, что написано в Библии Факт номер один Израиль это единственная страна Землю которой Бог называет моя, своею Конечно, нет никакого сомнения, что вся земля Весь земной шар целиком Божий Но, тем не менее, Бог избрал в своей суверенной воле На этой большой земле, которую он разделил людям, народом, человеком На ней он избрал совсем маленький кусочек земли, который назвал мой кусочек земли С которого он хочет открываться человечеству, с которого он хочет являть свою любовь и милость народам этого мира Что такое суд Божий? Суд Божий это приведение его божественного порядка на землю Очень часто, когда мы думаем про суд, суд у нас связан с наказанием, с чем-то ужасным и плохим Но суд это возвращение порядка Бога на землю Вот что такое суд? Суд это восстановление справедливости Суд это восстановление задуманного им И вот с этого кусочка земли, который он назвал мой кусочек земли Он решил являться человечеству Смотрите, что мы читаем с вами Если вы посмотрите книгу пророка Иоиля, третью главу, второй стих В принципе, прочитайте дома всю эту главу Если вы смотрите нас в интернете, не поленитесь, откройте, прочтите все Потому что сюжет, который описан у Иоиля там, очень давно описан Он очень созвучен с тем, что происходит сейчас Ничего нового нет на этой земле и под этим солнцем Здесь написано так Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата Долина Иосафата – это долина, которая находится в Израиле И там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля Которые они рассеяли между народами и землю мою, говорит Господь, разделили Вопрос, чья это земля сегодня стоит остро, как никогда Люди сегодня задаются вопросом, а что там было в 47 году, как там поделили эту землю в организации объединенных наций Кто там тогда правил этой землей? Британцы? Чья это земля сегодня? Кому она должна принадлежать? Когда я читаю мою Библию, я вижу очень просто Бог говорит, этот кусочек земли мой Он мой, он его И если он его, это означает, что это он решает судьбу этого кусочка земли И последнее слово всегда будет за ним Кто бы что ни думал, кто бы на что ни претендовал Кто бы как себе ни представлял, как должно быть там Сегодня у мира есть много вопросов, у кого-то есть ответы У всех международных организаций есть какие-то предложения, сомнения Последнее слово за тем, как должно там быть, будет у Всевышнего Потому что землю эту он назвал своей Номер два, факт За созданием современного государства Израиль Да, очень долгое время в этом мире не было государства Израиль Но он никуда не исчезал из Божьего сердца Библия говорит, что у пророков написано, что Бог возлюбил этот народ вечную любовью И поэтому даже когда он их рассеял с их собственной земли Он их рассеял А на земле это сделано было руками Римской империи Бог пообещал им, что он их соберет Он их снова соберет, он их снова приведет И снова эта земля будет страною И мы читаем с вами, опять-таки у пророков, мы читаем с вами В книге пророка Иезекииля, 36 главе, 24 стихе Бог говорит И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран И приведу вас в землю вашу Бог говорит, где бы вы ни были, это я сделаю Это я вас верну Это я создам снова для вас страну Опять-таки, когда мы смотрим человеческими глазами Мы смотрим с точки зрения истории С точки зрения геополитики С точки зрения атеистической науки Мы думаем, оно как-то так получается Есть какие-то факторы, есть какие-то механизмы на земле В зависимости от работы которых создаются страны, государства Возможно, для каких-то стран и государств работают чисто физические методы Но эта земля вообще не управляется просто физическими законами Интересную очень вещь говорил еще первый премьер-министр Израиля Основатель, отец, можно сказать, один из отцов-основателей этой страны Давид Бен Гурион, в честь которого назван сегодня аэропорт в Израиле Он говорил, чтобы жить в Израиле и быть реалистом, нужно верить в чудеса Так он говорил, что если ты хочешь быть реалистом в этой стране То ты должен верить в чудеса Потому что реально без чудес там невозможно И чудеса евреи видели от самого начала создания своей страны до сегодня Они видят чудеса Чудеса в том, как эта страна возникла Как она продолжила свое существование Как она существует уже 75 лет в окружении очень недружелюбных соседей Израиль постоянно видит чудеса Что здесь еще написано? Мы с вами читаем в книге пророка Амоса В 9 главе И возвращу из плена, Бог говорит, народ мой Израиля И застроят опустевшие города И поселятся в них, насадят виноградники И будут пить вино из них Разведут сады, станут есть плоды из них Все именно так и делает Израиль Сегодняшний, современный И написано, во дворю их То есть я вселю их на земле их И они не будут более месторгаемы с земли своей Которую я дал им, говорит Господь, Бог твой Кто стоит за созданием этой страны? Бог Как написано у пророка Исаии Возникала ли страна в один день? И эта страна действительно возникла в один день 14 мая 1948 года Такого не было ни с одной страной в мире В один день Поэтому, почему Израиль? Почему мы 13 лет с вами молимся? Каждый месяц практически, собираясь разными церквями Вы присоединяетесь к нам в интернете Почему мы молимся за Израиль? Что, разве нет других стран в этом мире? Нет других геополитических конфликтов, за которые нужно молиться? Разве нет проблем в нашей стране? Почему Израиль? У меня всегда на это очень простой ответ Потому что Бог Потому что Всевышний избрал это место Эту страну Этот народ, физический народ Физическую страну и физическую землю Для того, чтобы оттуда совершать свои планы Для всего человечества Все очень просто Поэтому, когда мы с вами об этом говорим Поем, молимся, размышляем Храним это в своем сердце Что мы делаем? Мы подключаемся к сердцебиению самого Всевышнего Мы созвучны с Ним Мы тогда идем в такт с Ним Мы чувствуем Его сердце Вот почему Он говорит Благословляющие мой народ будут благословенны Я их благословлю Я сам буду с этими людьми Я сам буду им покровительствовать И еще один фактор Война Война физическая и духовная Есть две возможных опции Как сегодня смотреть на то, что происходит в Израиле Можно сказать Ну, есть какие-то причины всему Есть какие-то политические причины Есть геополитические причины Есть политики, которые не сделали свою часть Есть какие-то чисто человеческие моменты Принципы От которых можно отталкиваться Даже с точки зрения чисто человеческих и нравственных принципов Израиль, друзья, сегодня ведет праведную битву Праведную битву Ни в коем случае не думайте Что Израиль и Хамас Это две противоборствующие стороны Хамас Это террористическая организация Целью которой является уничтожение Полное уничтожение Всего Израиля Чтоб его не существовало никогда Единственная их цель и задача Уничтожение всех евреев На этой земле Израиль это миролюбивая страна Миролюбивая страна Которая хочет мира со своими соседями Которая вынуждена сегодня защищаться Более того Если мы поддерживаем Израиль Это не означает Что мы против Палестины Или мы против газа Или мы против населения в газа Ни в коем случае Более того Существование Израиля в этой земле Это благословение для Палестины Это благословение для газа Для жителей газа Это они благословения Для своих соседей Для окружающих их народов Итак Духовная или физическая война С одной стороны физическая С другой стороны Я хочу напомнить вам Один сюжет из Библии Эти войны Физические Которые разные народы В особенности Отличился один народ Библейский По имени Амаликитяне Эти войны Велись еще от времен Как только Израиль Приготовился быть народом Как только евреи Вышли из Египта И пошли по пустыню В свою обетованную землю Ведомой Моисеем и Господом Вот здесь уже Мы с вами читаем В исходе 17 главе Мы будем читать С 8 стиха И пришли Амаликитяне И воевали с израильтянами В Рефидиме Моисей сказал Иисусу Выбери нам мужей сильных И пойди сразись с Амаликитянами Завтра я стану на вершине холма И жезл Божий будет в руке моей И сделал Иисус Казал ему Моисей И пошел сразиться с Амаликитянами А Моисей, Аарон и Орв Зашли на вершину холма И когда Моисей поднимал руки свои Одолевал Израиль А когда опускал руки свои Одолевал Амалик О чем это? О том, что война Это была очень сильно связана С духом С духом Моисея С верой Моисея И с молитвой Моисея И с поднятыми руками Моисея И когда руки Моисеева эти жалели И тогда взяли камень И подложили под него И он сел на нем А Аарон же и Орв Поддерживали руки его Один с одной А другой с другой стороны И были руки его подняты До захождения солнца Ни о чем не напоминает Руки подняты в молитве В обращении к Господу И не зложил Иисус Амалика И народ его острием меча И сказал Господь Моисею Напишите это для памяти в книгу Внуши Иисусу Что я совершенно изглажу память Амаликитян из Поднебесной И устроил Моисей жертвенник Господу И нарек ему имя Иегова Нисси Которое мы часто переводим Как Господь победа моя На самом же деле это звучит Как Господь чудо мое Господь совершивший чудо для меня И сказал он Рука на престоле Господа Другими словами Это клятва Господа Это завет Господа Брань у Господа Так у Израиля брань или у Господа? У кого война? У Господа? Или у Израиля? И здесь написано У Господа брань Против Амалика Из рода в род Мы еще не раз встретим имя Амаликитян Мы встретим их позже Мы встретим их в книге Исфирь Когда будем читать Об Амане Который был потомком Царя Амаликитян Агага Которого оставили в живых Еще во времена царя Саула Израильтяне Вот тот самый Аман Захочет уничтожения евреев Полностью Чтоб не было ни одного Мы будем еще не раз встречаться С Амаликом в Библии С духовной войной Ведомой Самим сатаною Против Божьего народа Кого бы он не возбуждал Какие бы народы он не возбуждал Против евреев И против земли Израиля Против государства Израиля То, что происходит сегодня Это тот же самый дух Амалика Если можно так выразиться Дух самого сатаны Который воюет с планами и целями Бога Для этого народа И этой земли Но победа будет за Господом Нет никакого сомнения Но у меня нет ни малейшего сомнения В этом Победа будет за Господом И когда мы смотрим с вами На то, что происходит в Израиле Можно впадать в крайности Можно Я еще раз скажу Смотреть на это с точки зрения Земной С точки зрения политической Некоторые даже впадают В осуждение Израиля Считают, что его ответ Непропорционален У меня в этом смысле вопрос Непропорционален Относительно чего Чтобы была пропорция Евреи должны были Также войти в газу Безжалостно отнестись К местным К местному поселению Людям, которые живут На этой местности Взять заложников Свою страну И совершить все те же Самые зверства Это было бы Адекватно То есть, что считать Адекватным ответом Израиль сегодня В очередной раз Борется за право Существовать в этом мире Интересно, что Израиль Это лакмусовая бумажка Которая в мире Мгновенно проявляет Кто чем живет И кто как настроен Уровень антисемитизма Сегодня высок Как никогда Со времен Холокоста Буквально День назад Была годовщина 85 лет Со дня Хрустальной ночи Погромов В Германии Сегодня те же самые Погромы С теми же самыми Разбитыми Витринами Принадлежащими Евреям В Лондоне Антисемитизм Который никуда Не делся Друзья Кто мы с вами Что мы с вами делаем Во всей этой битве Господа с Амаликом Израиля Со своими Соседями В данном случае С Хамазом Террористической организацией Кто мы Я вижу нас с вами Как эти поднятые руки Как эти два молодых человека Держали руки Моисея поднятыми Держали эту битву Духовно Держали ее в духе Наша брать не против крови и плоти Она против все тех же самых сил Действующих в поднебесе Против Бога и против его планов Для этой земли Поэтому что нам делать Мы будем продолжать делать То что мы всегда делали Мы будем делать три вещи Мы будем молиться О мире для Иерусалима И для Израиля И для этого мы с вами сегодня собрались И во второй части нашего Богослужения мы именно этим и займемся Мы будем с вами Поддерживать Израиль Своими приношениями О чем я скажу больше И мы будем поддерживать Израиль Проявляя с ними солидарность Проявляя солидарность С этой страной С этим народом Веря вместе с ними Что у них есть право жить на этой земле Богом данной У них есть право процветать на этой земле У них есть право вернуться в эту землю У них есть право на будущее И у них есть будущее Во имя Иисуса Христа Библия призывает нас утешать этот народ Я верю, что когда мы с вами собираемся и молимся Мы утешаем их И наше утешение Оно духовное Мы утешаем их Утешением Божьим Мы утешаем их своими молитвами Мы утешаем их тем, что здесь происходит Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!